Да, доброго времени суток, дорогие дамы и господа, и битва, битва комментаторов. Петя Андреев против Бабикова Ивана. Да, и должен сказать, что это последний, на мой взгляд, равный матч, равный микроматч в нашем матче. Так, в общем-то. От него в многом зависят шансы наших участников группы на продолжение борьбы. И Петя играет в моем стиле, коне в 3G3, смон G2. Я не знаю, что произошло с Петей, видимо, он проникся идеей игры в шахматы с первых ходов. Хотелось бы вставить свои 5 копеек. Никита, ты не прав, мы с Александрой покажем всем радостные атакующие шахматы. Да, если матч в этот момент не закончится так. В любом случае, партии будут сыграны. И я обещаю всем нашим телезрителям то, что вы будете свидетелями потрясающей битвы ошибок. Отлично. Замечательный анонс. А Петя тем временем пошел в каталон. Ход конь D7 очень хитрый. Почему? Очевидно, Иван на C4 задумал не идти вот эту схему с C6, закрытый каталон, а побить на C4. И пойти. Ну и потом пытаться конь B6 держать эту пешку. А, B6 тут, мне кажется, не очень удачно. Сейчас после слона B7, CD, ED, конь C3, слон E7, после конь E5 получается очень удачная версия на военлике для белых. Вопрос в том, знает ли об этом Петя. Я сомневаюсь, что он знает об этом, если честно. Ты недооцениваешь людей. Да я не недооцениваю Петю. Я просто знаю, что он шахматист, который всю жизнь играл E4. Понятно? Я знаю, что он немножко занимался каталоном, но вряд ли настолько серьезно, чтобы прямо разбираться на всех порядках ходов. Тем не менее, я конь C3 пока сыграл. Вопрос в том, будет ли сыгран на слон E7, CD. А еще один вопрос в том, могут ли черные взять на C4 сейчас. Не, ну позиция получилась однозначно интригующая. И я считаю, что если какой-то из двух комментаторов решится на какой-то подкрут, то получится достаточно интересная и упорная партия. Куни опять сыграл, да. Насколько помню, это рекомендует Ярослав Призант в его видеоролике. И, в общем-то, рекомендует, да, FZ4. Петя теоретически подкован, тут ничего не скажешь. В этой позиции у белых уже чувствительный перевес. После конь E5 перевес становится просто неприлично большим, если честно. Конь D7 надо играть? Мне кажется, Иван по дебюту, ну, тут о никакой правильности даже речи не идет. Белых большой перевес. Ну, путем F4? Нет, путем того, что черным троя некуда девать в первую очередь. Конь D7. Как ходить? Конь D7, Cd. Ну, тухленько, согласен. Конь E5, D6. На тактике белые выигрывают фигуры. Поэтому надо, видимо, играть конь E8. Тогда Cd, яд, ладья D1. На C6, E4. Ой, ужасная позиция. Ужасная позиция у черных тут просто. Да, и стоит отметить то, что... Конь E4, что ли, играть? За конь E4, да, яд, ладья D1. Кошмар. Большой перевес у белых. Стоит отметить то, что соперники приблизительно равного уровня. Иван Мастер-Фиде. Петя. Петя сильный кандидат Мастера, сильный плитцор. Я думаю, что на 2-300 плитц он играет. Петя играет. Как не он. Да. Петя, самое главное, не сушит. Лично я был свидетелем забавного такого случая, когда Петр Андреев в живом Блице. В марафоне. Да. В марафоне. В один момент, когда у него был голый король, соперник предложил ему ничью, он отказался. Петя. Петя всегда... Петя даже более боевой шахматист, чем я думаю. Петя всегда играет на победу, и это не может не радовать. А тем не менее, боевой шахматист может забрать на И4 просто и получить бесплатный позиционный перевес. Дормовой. Дормовой бесплатный это одно и то же, так что... Как бы ты отнесся, Никит, к такому? Нет, Петя не рассказывал об этом случае, там немножко по-другому все было. Нет, там в том, что голый король был, но дело в том, что соперник Петя предлагал ему ничью много раз, и Петя было просто очень золно. Ну да, потому что... Тут таки его можно поручить. Ну, в любом случае, конечно, воля к победе невероятная просто. Ну, а тем временем белому надо, по-моему, пойти просто ладья Д1, да, и на подход ферзя на Е8, ферзь С2. Белый у черных проблемы с защитой пешки на Е4. Петя просто кладет все по первой линии движка Петров 1.0. Ну как играть-то? Не знаю, единственный шанс защитить пешку ферзь С6, выглядит очень коряво, и там, к тому же, еще ладья Д4, и какой-то ход появляется. Да. Да. Ну, ждем, ждем мы под круто от Ивана. Не, ну, Иван сейчас будет без пешки играть, никаких сомнений. Ребята, не расстраивайтесь, ждите, и вы получите. Почему мы болеем за Ивана, я вообще не пойму. Нет, я болею... Чтобы прям, ну, вот, кровью было немедленно. Я извиняюсь, но Петя... Петя помогает, его отличная дебютная подготовка. Ну, позиция он... Я уверен, что он ее видел уже, эту позицию. То есть он вспоминал, но он не играл. Как бы своей головой пока. Ну, ладья Д4 блестящий. Ну, что тут можно сделать, просто я не понимаю. Ну, ЕФ. Человек просто вбивает в асфальт. ЕФ и без пешки. Может быть, Ян погрешился с ладья Д4, и Петя, соответственно, тоже. Нет, тут же ЕФ надо играть, иначе у белых все затуплено сразу становится. Что тут думать? Слов 6. ЕФ надо играть, а вот тут надо смотреть. Ну, брать, наверное, не надо. Или надо? Да, да, все-таки. На Е6 еще слабость, но подавляющая позиция. Понимаешь, если взять слон Е4, может быть, жертва Ферзя есть какая-то? Слон Е4, слон бьет Д4. Нет, еще раз так, поподробнее для зрителей. Ну, на слон бьет Е4 был ход слон бьет Д4, на слон С6 слон Ф2 шаг. Черный там ладья, слон и атака на короля за Ферзя. Но это момент уже подскучили, потому что Петя взял ладьей. Да, и на Е6 зависло. Ну, не зависло, но пешка изолированная. И непонятно вообще, где за черных здесь. Срочно, что что, ему нужна какая-то игра. Единственное, что пока ладья связана белых. Как-то вот этим воспользоваться, если бы. Да, может быть, даже это и не такой и плюс все-таки. Может быть, как-то... Даже не знаю, что посмотреть. Может быть, я бы пошел в Ферзь Д8, Ферзь Ф1. Такой... Ещё. Ферзь Д8... А, ну вот, Ферзь... Да, вот так вот решил отойти. Мы уже проскочили момент. Хорошо, а если... Я на месте Пети вообще оставил бы эту ладью под боем, наверное. Нет, хочет поменять. Голополов, но разумно. Ну да. Лишняя пешка. И изолированная на Е6. Да, но у человека активность есть какая-то. А где активность? А, стоп, подожди. Да, одна лишняя пешка. Ну, как бы, слон на Е6 там кого-то привязывает. По окту Б2, не знаю. Король НЖ2. Такой чуть-чуть. Рыглый. Владиана Е4 не там, где надо. Она плохо стоит. Есть шансы. Но, конечно, у белых лучше. Тут без вопросов. Знаешь, может быть... А, нет, не получается. Хотел предложить как-то попробовать поймать эту ладью. Как играть белым? Нет, стоп. Ферзь И4... Зачем? Ферзь И4 мне не очень. Мне очень нравится. Зачем менять пешку Б2 на пешку Е6? Ну, с другой стороны, он упрощает позицию. Владиана Е4 становится менее затупленной, скажем. На С4 тоже изолированный возникает? Мне кажется, черт им надо брать на Е4. Потому что иначе на Б2 не взял. Странно. Там на Б2 висело. Есть же радостный шахматист у нас клуба. Не, ну а в чем радост? Пешки не хватает. Структура плохая теперь. Ну, вот Е5. Верх на Е4 доминант. Ну, Владиа Е3. Ну, слон еще теперь затуплен. Ну, выиграл, блядь, по-моему. Так, куда-то пытается туда проникнуть. В чем идея вообще? Ну, не знаю. Я не знаю, что на А3 задумано. А4. А4. Мат идем ставить. Просто расширяется. Никакого никакого мать в этой речи не идет. Почему срать А3? Я не пойму. Пояснить все взя. По времени еще Петя пытается поддавить. Я не понимаю, зачем Петя меняет. Если честно, этого унылого слада. Допускает ладья до 4, кстати. Не, слон еще 5 слабая. Так, ну, цепляется к пешке А2. Которая не является тут, по-моему, важнейшим фактором. Приоритетом. Да. Я не понимаю, что происходит. Нет, это либо я не понимаю, либо шахматист слабо играет. Тут одно из двух. Ну, ты сейчас просто такой вывод сделал, гигантский просто. Нет, вопрос в том, что именно. Колоссального, колоссального качества. Не знаю, ладья 3 может пойти, Биан. Как думал? Не просто А3. Без хитрости. А на ладья до 4, что? Куда-то сейчас ферзя уберет. На бассейн, наверное. По-моему, Иван неожиданно уравнял. Да, что происходит, я вообще не понимаю. Ой-ой-ой. А, ну нельзя, поддавил. Кого поддавил? Ферз 4, пешка отыгралась. Так, побили-побили, ладьей надо брать. Ладьей это шах на ЦВОС. А, ладьей шах, тогда пешкой не хочется. Ну, не хочется, но... Шах на ЦВОС. Решил допустить шах, ну, тоже вариант. Побил, но сейчас пешкой. Не, ну, белый сохраняет, может быть, какой-то пародию на ФРС. Ну, по сравнению с тем, что было, конечно, не сравнительно. 26 секунд, ребята. А, вот это шанс, шанс белых. Петя сыграл плохо, ужасно. То есть, из позиции с хорошим позиционным перерезом, ни за что. Он превратил вот в это. Ну, чё, а вот, да, прицепился к Х7, но вот нашел вам способ защитить. А вот пешка на Х5 уже неприятная. Ну, аж 6 надо играть быстрее. Да, 6. На короле все? А, стоп. Да, вот белый опять побеждает, думаю. Король G8? А, ферзь Е6 тогда. Зачем всё отсюда-то? Ну, что такое? Отъел. А, ну, на А6-7 забирается ровно. Ну, хорошо, хорошо. Тогда отбой, отбой. Нормально прицепился играл. Надо на А6-7 побить только и на ферзь Е4 просто взять и ладья Аш-1. А иначе у чёрных ничего нет. На ферзь Е4 это же размен ферзей. Да, ну, белый выигрываю там после ферзь Е7. Ферзь Е4 взяли, взяли ладья Аш-1, пешка прошла сразу. Ладья Аш-1 мне не... На мат играет, но мне не нравится. Я бы на Аш-7 съел. Ну, по-моему, нет пока мата. Ну, 12 секунд. Ну, где-то 2, там всегда ладья Аш-1, а у тебя, ну, шахи какие-то начались. Ну, не знаю. Какие шахи? Шахи закончились. Да, ну, на Аш-7 защищено. Если сейчас Иван сможет не получить мат, то... Может быть... А, ну, вот так вот решил защититься. Ну, вряд ли, конечно, Иван сможет не получить мат с таким временем на часах. Да, ферзь Е8 уже какой-то ход есть. И ладья туда заезжает, да? Да. Ну, король через G6 будет бежать. Ну, куда он? Никогда он не убежит. Ладья Аш-7, ферзь Е8. Белый Сами под матом. Блин, каким... Ого. Что происходит? Почему мне поделать ладья Аш-7 просто? Ну, он защитился от этого. От Калочи и вон. Ладья Аш-7 выигрывала сразу. Не знаю, в общем, Петя сохраняет большой перерез, но как-то чересчур он мудро наиграет. Тем временем Иван вылез из ямы в 10 секунд. Ну, а все защищено у черных. А, нет, 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 все. Отвалилось, да? Что, все, ничего не отвалилось. На Аш-7 защищено. Петя сыграл ужасно опять. Куда бежать-то? Ну, видимо, всему как-то должен выиграть. Тут ферзьев 8, я не знаю. Ну, не знаю, мне совсем не нравится. Ферзьев 8, не знаю, уже король Е6 теперь. Мне не нравится то, что Петя сделал. Вообще, столько выгоднейших возможностей упускает. А, ладья Д1, ну все, конец. Да что такое, ну, ладья Д1 просто собирает ладью? Ну, как так? У тебя две минуты на часах. Остановись, подумай, две секунды из этих двух минут. Ну, вот видишь, ты меня еще критиковал. Я в шоке просто. Ничья с повторением ходу. Я просто в шоке. Это худшая партия Пети в жизни, по-моему, начиная с 30-го хода. Ну, вот здесь, да, ладья Д1, все, победа. Часлов нет. Да, именно, именно только звуки технических. Да, ну, всем спасибо за внимание. И нас ждет не менее увлекательная вторая партия. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok